Высокий забор стал преградой для жителей домов у школы номер 6. Рядом со школой находится стадион. По дороге между ними местные жители добирались до остановок, а дети безопасно ходили до учебного заведения. В прошлом году всю территорию школы вместе со стадионом огородили забором. Короткий и безопасный путь оказался закрыт. Как она начиналась сверху, она проходила полностью прямо. Потом, не буду говорить точно год, предстоит строительной, спортивной площадки, конечно, ее сместили. То есть она была не проезжей частью, а прежде всего пешеходной зоной. То есть исторически дорога здесь была. Жильцам близлежащих домов предоставили альтернативный путь. Вокруг школы через подъем и спуск без тротуаров. На обращение в городскую администрацию с просьбой организовать пешеходную зону в обход получили отказ. Узкая дорога – нет места. Тротуаров нет. Вот едешь на машине, идет мамочка с коляской, ей некуда деться. Она встала, и она стоит. Вот ей некуда деться, и мы не можем разъехаться. То есть я сдаю назад, она куда-то вот уходит. Дальше вот мы пройдем, посмотрим. Вот они идут с колясками, а дальше лестница. Вот как она с коляской может спуститься по лестнице. Либо она выходит прямо на трассу. Еще один путь люди проложили сами. Это кособокая неровная тропинка под теплотрассой. Установить лестницы здесь нельзя, зона принадлежит теплосетям. Активисты просили пойти навстречу и вернуть проходы руководства школы, но снова получили отказ. В целях безопасности территорию огородили от собак и посторонних людей. Да и по закону этот участок принадлежит школе. Жильцы уверяют, все понимают, но хотят, чтобы их услышали и помогли решить проблему. Если бы видели, как детки со школы возвращаются, это история. Девочки лезут через верх, потому что боятся испачкаться. Через них не могут. Это видеть надо. С окна все видно. И мы ничего сделать не можем. Мы боремся, боремся. Никто нам не может помочь. Жильцы просят привести в порядок обходной путь или вернуть пешеходную зону между стадионом и школой. Но такой вариант осуществить не предоставляется возможным. Следует из ответа на обращение в управление образования. А ведь уже скоро новый учебный год. Еще позже зима. И пока местные жители вынуждены ходить по опасной дороге или кривой тропинке под теплотрассой. Екатерина Зверева, Яна Якубич, Игорь Егоров. Новости на Восьмом.